всем привет дорогие друзья рада вас видеть на своем канале деревенский дневник очень многодетной мамы надеюсь вы подписаны на мой канал и не пропускаете ролики у нас последнее время лазарет дома мы остались без помощницы пока марина еще не вышла на работу и я тут пытаюсь как все сорганизовать чтобы все успевать часто признаюсь плохо 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 получается без помощницы все успеть это еще слава богу у нас коровы почти все в запуске дается только одна и вот еще одна козочка но у нас ждут впереди отелы окоты и вообще будет так вообще жарко здесь что беспомощность я не знаю как я буду справляться тем более что дети даже не смогли пойти в сад заболели через два дня ну а я сегодня на кухне и мы сегодня опять с сашенькой и да сашенька сегодня мне будет помогать готовить уже обед спасибо вам за комментарии про тот ролик дело делала тортик учтем все наши ошибки в будущем и сделаем еще круче чем сейчас ну что ж поехали погнали а вы пока ставьте лайки чтобы не забыть так сашулька тебя там хорошо видно всем помаши ручкой скажи привет ты готова дорогая моя ну что давай тогда чистить овощи так сначала готовим рабочее место то я так не люблю посуду нас очень много конечно пачкается и после завтрака и во время готовки сашель помоги мне убери вот эту чистую посуду это чисто сейчас мы все освободим и из в раковинке все почистим помоем так мы приготовим из этой картошки первое и второе чистилку приготовила так зайчик так то есть почистила ополосни опять водичкой да и все так все у меня при деле малыши спят надо быстренько все успеть сделать да так ну сашульки если что помогу саша если устанешь скажи ладно я почищу быстро мясо у нас варится сейчас сложим бельишка если что-то на изнаночку то надо выворачивать для него хорошо молодец так это нас вероничкин или сразу коробочку доставайте будет так удобно складывать вот я как вот смотри футболочка нашлось его это другая тазик ну да так я пойду разберу посуду майку на уже домой так и можно уже новую закладывать посуду и тут у нас разбираться и разбираться вверх под молока тоже приходится мыть в ванну ничего не поделаешь другого места нет чтобы было много места ванну конечно после всех любых точнее процедур приходится хлоркой мыть потому что здесь и купаемся и приходится вот мыть ведра но это понятно я думаю всем нормальным людям что домашних условиях не сложно все с организовать все вместе и молочный цех и готовку на семью конце концов если все дезинфицировать потому что например вот сейчас я это помыла до ведра а потом мы их еще обдаем кипятком перед тем как сюда молоко налить мой обычный белизной обычный то точнее гель вот но мою несколько раз в день так так Так, Сашульчик, ну как у тебя тут дела? Все, вон, смотри, чуть-чуть осталось, да? Нет, не чуть-чуть? Ну я тогда сейчас это, пережарочку сделаю. Сходи наверх, позови Даниила, а то он тут картошку урязную вывалил на мой стол, а стол-то не помыл за собой. Не размасывай, ты собирай грязь, смотри. Ну как это, как это? Все очень просто. Все в одну кучку, потом в руку, вот так вот, раз. Потом постирал тряпочку в ванной, наверное, отряхни ее как следует, постирай и еще раз протрем. У меня тут и готовка, и уборка параллельны, по-другому не получается, чтобы снимать чисто кулинарный блог. Лучше я буду снимать о буднях многодетной мамы. Мне это лучше получается, по-моему. Вот, по крайней мере. Да, повар из меня, наверное, не особо какой интересный. Готовлю я всегда просто по тому, как любят мои дети, как любит моя семья, без всяких изысков. У меня, конечно, разные были помощницы, которые готовили какие-то супер пироги, пирожки, торты. Большое им спасибо, они нам, как говорится, внесли разнообразие в жизнь. Но вот если так, на повседневку, если честно, даже на это время особо нет. То, что вот мы вчера угрохали почти 6 часов, страшно сказать, времени на тортик, это непозволительная роскошь. И это только потому, что мы все такие, ааа, сил нету, мы болеем. Ну, тортом занимаемся. Давайте сейчас достанем мою любимую терку. Кстати, этой теркой мои помощницы не пользуются ни одна, никто, ни Света. Надежду я, по-моему, начала учить в какой-то момент. И то это был недолгий момент. А я с ней уже не расстаюсь. 20 лет с этой теркой. Так, лучок мы тоже на этой штуке. Хочешь попробовать? Потереть? Боишься? А, нет, это же не вручную его резать. Будешь пробовать? Да. Давай. Хочешь, смотри, давай сначала твоей рукой подержи, держи доску. Смотри, смотри. Давай вот, почувствуй. О, да. Вот так вот. И надо чуть-чуть надавливать на серединку, чтобы он сам весь выдавился. Да, молодец. Все? Там рада пришла? Так, я пока сковородку не поранься. Поставлю. Так, будем делать поджарку для супа на сливочном маслице. Так, а с чем вы хотите супчик? С капустой, с макаронами, с перловкой. С макаронами. С макаронами? Да. Ну что, нашел? Покажи. Вот. Отлично. Можно? Тут и английские, и русские. Да? И полицейские. Мне кажется, здесь нет русских. Мусор есть. Мусор есть. Сейчас мы тебе отдадим. Так, воткнула. И вот так. Давай сначала вдвоем, чтобы ты почувствовала, с какой силой. Тихо, осторожно. И ты должна однодавливать. У тебя рука должна чуть-чуть лежать и на этой штучке. Отпусти, пожалуйста, правую руку. Посмотри, как у меня рука располагает. То есть, помимо того, как он у тебя стирается, ты должна надавливать. Я могу руками, тебе не надо. Тебе надо эту очень крепко держать. Она не должна у тебя вот эту вот скакать. Я почему твои руки взяла? Чтобы ты почувствовала, с какой силой я держу ее. И прижимать надо с силой. Вот так тоже делать не надо. Это только мне можно. Вот. Если ты будешь слишком слабо, они будут тонкие-тонкие. Там такие не нужны. Давай. А, тут весь лук пожелтел. Все правильно, он маслица набирает. Давай. Ой. У тебя здесь, видишь, на краях. Ой, а сколько ты мне на плиту поджарки-то набросал. Наверное, Данил сегодня будет учиться плиту мыть. Разочек другой помоет и не будет так разбрасывать еду-то. Не на пол. Я тебе как говорила, вот с боков в серединочке. И серединочку мешаешь. Ага. Смотри. Берешь несколько штучек, две, там, три. И вот так вот на три части. И получается кубики. Стороночку. Опять. Раз, два. Стороночку. Теперь пробуй сама. Много только не набирай. Вот три штучки. Так вот. Раз. Пальчики. Два. Не обрежешься. Ножик держи вот так. Вот так. Силикон. Да, да, да. На тебе поближе сюда. А у меня сейчас будет разбор мяса для супчика и для второго. Это у нас суповые наборы. Когда мы разбираем поросенка, получаются вот такие вот куски, которые никак не обзовешь. Здесь и рыбрышки, и хребты, ну и мяска много. Так, бульончик я процежу, чтобы, не дай бог, у нас не попали какие-нибудь косточки мелкие. Бульончик получился наваристый, душистый. Сейчас картошку, морковку отправим. Я сразу добавлю пережарку. Ты не устала? Что, тебе нравится? Дальше. Переверни, чтобы он подсок следует. Вот видишь, румяные бачка появились. Макарошки обязательно надо помешивать. Так, у нас кастрюлька на 6 литров. Чуть больше половины уходит таких макарон. Гуще не надо. А самое главное довести до кипения и выключить, а то они переварятся. Ух ты, сколько я их. Все перемыл. Встал? Где? Я сразу заберу. Больше нет. Встал? Тебе надо поесть. Слышишь, Саша, потом надо будет ехать за этими закопченностями. Готово. Я просто одна там не дотащу столько. На ужин буду готовить картошку с мясом. Запеканку. Такая импровизация. Томаты, базилик, чеснок, приправы. Все это заправлю как следует сметаной. Залью яйцом. И все. Просто. Чапляпы готовы. Музыка. 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 ты точно все вытащил вопрос на этом поддон стоит поддон вытащи черного он будет температуре мешать мы сейчас доедаем сало которое у нас осталось от мангалицы видите какой здесь шпик большой у нас остались еще несколько кусочков таких красивых а сегодня мы должны привести уже от наших молодых поросят мясное сал как я говорю супчик готов остывает сейчас детки кто кто не спит у нас дети заснули до тихого часа придут и будут кушать саша довольны уставший кушает приятного аппетита все пообедали а я хочу доделать свою картошку которым не запекается в духовке и сейчас я смотрю своего домашнего сыра остатки сладкие так у нас все готово и сейчас вот такой еще вкусняшу насыпем ужин готов вкуснятина вкуснятина какая получилось все я поехала за салом копченым я не поеду теперь за ним я теперь буду просить кого-нибудь так а там не видно ничего уже потому что погасло свет нет я уже отключил машину поэтому ничего не видно забыл ладно я стою караулю у меня сейчас случилась натуральная истерика мы въехали значит в село наше а у нас же не посыпано все так же самое что было утром и я уже утром меня в занос-то уводила машину но я выправила ее но перепугалась страшно и сейчас мы поехали второй раз поехали не одни с продавцом нашего зерна вот нам привезли все на замену была у нас там история с кукурузой в общем которая начала гореть нам все все заменили так вот и продавец значит зерна ехал спереди на переднеприводной машине я сзади еду на своей заднеприводной машине тяжелой что вы думаете он уходит за нос я резко останавливаюсь начинаю рыдать что я боюсь что я не поеду саша горит бросай машину раз не можешь ехать с божьей помощью все таки все равно доехали со слезами соплями страшно было но справились так до завтра пока тут полежит может и до послезавтра здесь холодно у нас вот такое у нас вот такое у нас сало это даже не сало это я не очень много мяса рулечка нового красиво а сашка сашка будем варить гороховый суп поверни мне вот эти ребрышки хочу показать какие они толстые соляйте обалдеть а еще покажи а там еще ребра у тебя такие здоровые прям были покажи большие ребра пожалуйста сейчас мы что-нибудь возьмем где еще а вон а это уже тоненькие есть тоненькие ребрышки есть толстые мясные они на шкурке по-моему те да да они то те даже на шкурке точно сейчас будем резать и будем кушать а вот такая красота видите у нас тут какая морозилка это наш святое мясо от трех поросят и она у нас тут лежит замороженное просто вот каменное потому что было минус 26 а сейчас минус сейчас минус 6 да ну вот и все мы дома и сейчас мы будем ужинать а пока никто не видит и никто не знает я вам расскажу что вот это сам вот это сало это вкусное слоеное такое вот нежное копченое и соленое просто лучше не забрали а так она уже готова я могу поделиться своими подписчиками пишите в телеграм вот здесь вот ссылочка на мою группу олюшка могу выслать посылкой и в общем вы самые первые получите эксклюзивный продукт а теперь давайте пробовать это кусочек вот это сальце вот это грудиночка вот это да а а а Поехали! Субтитры подогнал «Симон»!